О церковной дисциплине. Памятка о том, что нужно сразу же сделать в каждом храме и следить за тем, чтобы изъятая терния впредь ни под каким видом вновь не произросла. 1. Сразу же повсеместно ввести полное оглашение, катехизация, обучение вере Христовой, приготовляя людей к святому крещению. 2. Срок подготовки от нескольких месяцев до 5 лет. Правило апостола Павла 14. Готовящимся к окрещению надлежит обучаться вере и в пятый день седмицы давать ответ епископу или пресвитерам. 6 Вселенский собор. Правило 78. После двух седмиц четыридесятницы не должно принимать крещение. 7. Правило сие относится к крещению возрастных, которые по древнему обычаю совершалось в Великую Субботу. Кто с начала четыридесятницы или по крайней мере в течение двух первых недель ее не изъявил решительного желания принять крещение и не начал готовиться, 7. Того правило не позволяет принимать крещение в сию четыридесятницу, а ожидать дальнейшего усмотрения его усердия к вере. 8. Крещаемым должно изучать веру и в пятый день седмицы давать ответ епископу или пресвитерам. 8. В болезни, принявшем крещение и потом получившем здравие, подобает изучать веру и познавать, что божественного дара сподобился. 9. Лаодикийский 45-47. Вести четырехстепенную стадию исправления, епитимию, церковное наказание. 10. Плач бывает вне врат молитвенного храма, где, стоя, согрешивший, должен просить и входящих верующих, дабы они помолились за него. 11. Слушание бывает внутри врат, в притворе, где грешник должен стоять и до моления об оглашенных, и тогда исходите. 12. Ибо правило глаголит, слушав писание и учение, да изженеться и да не сподобиться молитвы. 13. Чин припадающих есть, когда кающийся, стоя внутри врат храма, исходит вместе с соглашенными. 14. А чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит купно с верными и не исходит с соглашенными. 15. Конечное же есть причастие святых тайн. Григория Неокисарийского, 12. 16. Священник, не накладывающий епитимию, гибнет сам и губит того, кого допускает до причастия, говорит святой Иоанн Златоуст. 16. Не укоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под эпитемьями. 17. Сирахова, 8 глава, 6 стих. 17. Принявшие от Бога власть решить и вязать должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего ко обращению, и так употреблять приличное недугу врачевания, дабы не соблюдая меры и в том, и в другом, не утратить спасение недугующего. 18. Ибо не одинаков есть недуг греха, но различен и многообразен, и производит многие отрасли вреда, из которых зло обильно разливается, доколе не будет остановлено силой врачующего. 19. Почему духовное врачебное искусство являющему подобает прежде рассматривать расположение согрешившего и наблюдать, к здравию ли он направляется или напротив? 20. Собственными нравами привлекает к себе болезнь и как между тем учреждает свое поведение. 21. И если врачу не сопротивляется и душевную рану через приложение предписанных врачевств заживляет, в таком случае по достоинству возмеривать ему милосердие. 22. Ибо у Бога и приявшего пастырское водительство все попечение о том, дабы овцу заблудшую возвратить и уязвленную змеем уврачевать. 23. Не должно гнать по стремнинам отчаяния и не отпускать борозды к расслаблению жизни и к небрежению, но должно непременно которым-либо образом или посредством суровых и вяжущих, или посредством более мягких и легких врачебных средств противодействовать недугу и к заживлению раны подвязаться, 24. И плоды покаяния испытывать и мудро управлять человеком, призываемым к горнему просвещению. 25. Подобает нам и то, и другое веды, и приличная ревность текающегося, и требуемые обычаи, для неприемлющих же совершенства покаяния следовать преданному образу, как священный Василий поучает нас. 6. Вселенский 102 правило 7. Явно предавшиеся страстям своим не токма не ужасаются наказания, определяемого священными правилами, но дерзнули даже ругатися над онными. 7. Ибо они превращают он и я, и ради страстной воли своей я искажают смысл их, дабы по избытку страстного обольщения, как крещено Григорием Богословом, зло казалось у них не только осудительным, но даже божественным. 7. Святой Григорий Низский, правило восьмое 7. Апостольское правило глаголит «Сосуд золотый, или сребряный, освященный, или завесу никто уже да не возьмет на свое употребление, беззаконно бо есть». 8. Если же кто всем усмотрен будет, таковы да накажутся отлучением. 7. Апостольское правило 73. 7. Сие правило, излагая к своему оправданию в беззаконии, они глаголят, что не должно судить достойными извержения тех, кои досточтимое облачение святые трапезы притворяют в собственный хитон или в некую иную одежду, 8. Не даже тех, кои святую чашу, о нечестие, или священный дискос, или подобное сему и ждевают на свою потребу или оскверняют. 8. Ибо глаголят они, правило справедливым признает впадающих в сие преступления подвергать отлучению, а не извержению. 9. Но кто может снести столь великое кощунство и нечестие? 10. Ибо правило подвергает отлучению, взимающих освященное только для употребления, а не совершенно похищающих, а они и расхищающих святая святых, и святотатствующих освобождают от извержения, 11. Так же оскверняющих досточтимые дискосы или святые чаши употреблением для обыкновенной пищи по своему рассуждению, признают неподлежащими извержению. 11. Тогда как сие есть явное осквернение, и очевидно, что сие делающие подлежат не только извержению, но и вине крайнего нечестия. 12. Того ради святый собор определил те, кои святую чашу, или дискос, или лжицу, или досточтимое облачение трапезы, или глаголемый воздух, 13. Или какой бы то ни было из находящихся в алтаре священных и святых сосудов, или одежд восхитят для собственной корысти, или обратят в употребление несвященное, да подвергнутся совершенному извержению из своего чина. 13. Ибо одно из сих есть осквернение святыни, а другое – святотатство. 14. А взимающих для себя или для других на несвященное употребление сосуды или одежды, вне алтаря употребляемые, и правило отлучает, и мы купно отлучаем, совершенно же похищающих он и подвергаем осуждению святотатцев. 14. Двукратный собор. Десятое правило. Григория Низского. С четвертого по восьмое. Двенадцатый. 15. Благодатью призванные к исповеданию веры и первый порыв ревности явившие и отложившие воинские пояса, но потом как псы на свою блевотину возвратившиеся, 15. Так, что некоторые и серебро употребляли, и посредством даров достигли восстановления воинских чин, таковые десять лет до преподают в церкви, прося прощения, по трехлетнему времени слушания писаний в притворе. 15. Во всех же сих надлежит принимать в рассуждение расположение и образ покаяния, ибо которые со страхом и слезами, и терпением, и благотворениями обращения являют делом, а не по наружности, 16. Тех по исполнению определенного времени слушания прилично будет принимать в общении молитв, даже позволительно епископу и человеколюбие некоторые о них устроят. 16. А которые равнодушно понесли свое грехопадение и вид вхождения в церковь возомнили для себя довольным к обращению, те все цело доисполняют время покаяния. 17. Первый вселенский, 12. Если бы кто ни был из падших в вышеписанные грехи, исповедавшись, соделается ревностным в исправлении, то приявший от человеколюбия Божия власть разрешать и связывать, не будет достойна суждения, когда, видя крайне усердное исповедание согрешившего, 18. Соделается милостивее и сократит епитимию, поскольку повествование священного писания показует нам, якос с большим подвигом исповедующийся скорее получает Божие милосердие. Василия Великого, 3-е, 74-е, 100-главый собор, 33-е. 2. Вести в закон постоянную проповедь, одну или несколько за каждым богослужением. Предстоятели церквей должны во все дни, наиболее же во дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины, и не переступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов. 3. И если будет исследуемо слово Писания, то не иначе да изъясняют оное, разве как изложили светило и учителя церкви в своих писаниях, и сими более да удостоверяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего. 4. Ибо через учение вышереченных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрании, и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут ни дугам неведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла. 5. И страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение. 6. Вселенский, 19. 6. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 7. Второе послание Тимофею, 4 глава, 2 стих. Позвонки золотые между ними кругом. Это о непрестанной проповеди, как постоянный звон от позвонков колокольчиков при ходьбе. Исход, 28 глава, 33 стих. 3. Истребить совершенно всяческую торговлю в храме и в церковной ограде, чтобы из служения Богу не делали гешефт. Церковь – не ларек, не дом торговли, не вертеп разбойников. Любящий Христос бил только церковных торгашей веревкой. Это самые богопротивные люди, разбойники алчные. 4. И нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей. 5. И сидели миновщики денег. 6. И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов. 7. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. 8. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. 9. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. 10. И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. 10. Ивангелие от Матфея, 21 глава, 12 стих. 11. Никто не должен внутри священных оград корчемницу или различные снеди поставлять или иные купли производить, сохраняя благоговение к церквам. 12. Ибо Спаситель наш и Бог, житием своим воплоти, поучая нас, повелел не творить дома отца своего домом купли. 13. Он и пеняжникам рассыпал пенизи и изгнал творящих святых храм мирским местом. 14. Посему, если кто облечен в реченном преступлении, да будет отлучен. 16. Шестой Вселенский Собор, 76 правило. 15. Грех к смерти есть, когда некие, согрешая неисправленные, пребывают. 16. Горьше же сего то, когда жестоковы навосстают на благочестие и истину, предпочитая богатство послушанию пред Богом и не держась его уставов и правил. 17. В таковых нет Господа Бога, если не смиряться и не истрезвятся от своего грехопадения. 18. Подобает им паче приступать к Богу и с сокрушенным сердцем просить оставления греха Его и прощения, а не тщеславиться даянием неправедным. 17. Седьмой Вселенский, 5. О многобрачьи отцы умолчали, как о деле скотском и совершенно чуждом роду человеческому. 18. Нам же сей грех представляется тягчайшим блуда, посему благорассудно будет подвергать таковых епитемии по правилам, то есть добудут едино лето плачущими, три лето припадающими и потом могут быть приняты. 18. Василия Великого, 80-е, 100-главы, 38-е. 18. Никто не должен отдавать в рост деньги, пользоваться жидовскими процентами, жить за чужие труды, от корня всякого зла. 18. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. 19. Книга Исход, 22-я глава, 25-й стих. 19. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего. Я Господь, чтоб жил брат твой с тобою. 20. Книга Левит, 25-я глава, 36-й стих. 20. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их. 21. Книга Неемии, 5-я глава, 11-й стих. 22. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? 23. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколебится вовек. 24. Псалтырь, 14-я глава, 5-й стих. 25. Умножающий имение свое ростом или хвою соберет его для благотворителя бедных. 26. Книга Премудрости Соломона, 28-я глава, 8-й стих. 26. Книга Пророка Иеремии, 15-я глава, 10-й стих. 26. Книга Пророка Иеремии, 18-я глава, 13-й стих. 22-я глава, 12-й стих. 27. Епископ или пресвитер или диакон, лихвый требующий, занимающийся ростовщичеством, от должников, или пусть перестанет, или да будет извержен. 27. Апостольское правило, 44-е, 7-е. 27. Поскольку многие, причисленные в клир, любостяжанию и лихаимству последуя, забыли божественное описание, глаголющее, 27. Серебра своего не давая в лихву, и давая в долг, требует сотых. 28. Судил святый и великий собор, чтобы, если кто, после сего определения, обрящется взимающий рост с данного взаем, 28. Или иной оборот, дающийся ему делу, или половинного роста требующий, или нечто иное вымышляющее ради постыдной корысти, 29. Таковы и был извергаем из клира и чужд духовного сословия. 29. Первый Вселенский собор, 17-е правило. 30. Епископ, или пресвитер, или диакон, взимающий лихвы, или так именуемые сотые, или да пристанет, или да будет извержен. 31. Шестой Вселенский собор, 10-е правило. Лаодикийский, 40-е. 31. Рассуждено также, чтобы клирик, давший взаем деньги, столько же денег и получал, А давший вещи, получал, сколько дал. Карфагенский, 21. Как непременные спутники торговли, везде и всегда есть посторонние люди, Непрерывная передача свечей, отвлечение от молитвы, шум, хождение. Отсюда извращение ума, будто от возмездия за грехи, Можно откупиться деньгами и нечистыми свечами. Отсюда и уверенность, что все это мирское безобразие в церкви допустимо и якобы церковное дело. Необходимо не допускать хождение служек церковных во время богослужения по храму, Их пустые разговоры, объяснение чего-то приходящим посетителям, зрителям. 4. Установить строгость по священному писанию, по канонам церкви, Весьма болезную, что правила отеческие оставлены, И всякая строгость изгнана из церквей. И боюсь, чтобы дела церковные не пришли в совершенное замешательство, Когда сие равнодушие мало-помалу далее идти будет своим путем. По обычаю, издревле водворившемуся в церквах божьих, Служители церкви приемлемы были по испытании со всякой строгостью, И все поведение их прилежно исследуемо было. 5. Не злоречивы ли они, не пьяницы ли, не склонны ли к ссорам, Наставляют ли юность свою, да возмогут совершать и святыню, Без коей никто не узрит Господа. Евреям 12.14 И сие испытывали пресвитеры и диаконы, с ними живущие, Доносили о том хорепископам, А сии, приняв отзыв от свидетельствующих поистине, И представив епископу, Таким образом причисляли служителя к священному чину. А ныне вы, во-первых, нас отвергши, И не восхотев даже извещать нас, Всю власть заключили в самих себе. Потом, вознеродев осем деле, Пресвитерам и диаконам позволил, Кого восхотят, без испытания жизни их, Но по пристрастию происходящему Или от родства, Или от инага некоего содружества, Недостойных вводите в церковь. Отсего многослужителей церкви Чистится в каждом селе, Но нет никого достойного служения алтарю, Как вы сами свидетельствуете, Не находя людей при избрании. По элику, дело сие пришло, наконец, В состояние неисцелимое, Особенно ныне, Когда многие из страха быть взятыми В воины определяются в служении церкви. То я по необходимости обратился К возобновлению отеческих правил И пишу к вам, Чтобы вы прислали мне список Церковных служителей каждого села С показанием, кем кто определен И каково житие его. Имейте же и вы у себя такой же список, Дабы можно было С находящимися у меня записями Сличать ваши, И дабы никому не было возможно Вписывать самого себя, Когда захочет. Таким образом, Если которые приняты Пресвитерами После первого лета индиктиона Доизвергнутся в число мирян, До произведется живами Вновь испытание их, И если достойны, Допримутся по вашему решению. Очистите церковь, Удаляя от ее служения недостойных. И впредь достойных испытывайте И принимайте. Но не числите в клире, Прежде нежели представите мне. Иначе же ведайте, Что принятый в церковное служение Без моего разрешения Будет мирянином. Василий Великий, правило 89. Пост обязателен для всех, Только больным, малым И очень престарелым Священник может разрешить В постные дни Вкушать вино и елей. Масло растительное И ничего более сего. Если кто, Епископ, Или пресвитер, Или диакон, Или иподиакон, Или чтец, Или певец, Не постится в святую Четыре десятницу, Сорок дней, Перед Пасхой, Или в среду, Или в пятницу, Кроме препятствия От немощи телесной, Да будет извержен, Если же мирянин, Да будет отлучен. Апостольское правило 69, Тимофею 8, 10, Новая скрижаль, Страница 248, Шестой Вселенский собор, 56 правило. Нарушающий пост Отлучается от причастия На два года. Настольная книга Священнослужителя, Том 1, Страница 535, Не есть колбас с кровью, Деяние, 15 глава, Стоглавы, 91. Пятое. Истребить всяческие разговоры В храме, Даже шепотом. Непозволительно Женам Во время божественной Литургии Глаголоти. Но, По слову апостола Павла, Да молчат. Не разрешается им Разговаривать, Но повиноваться, Как и закон глаголит. Если же Чему научиться хотят, В дому своих мужей Да вопрошают. Шестой Вселенский собор, Семидесятое правило, Стоглавый собор, Четырнадцатое, Тридцать восьмое правило. Жены в церквах Да молчат. Первое послание Коринфянам, Четырнадцатая глава, Тридцать четвертый, Тридцать пятый стих. Никому из мирян В алтарь не входить. Ладикийский, Девятнадцатое, Шестьдесят девятое. Никому из всех Принадлежащих К разряду мирян Да не будет позволено Входить внутрь Священного алтаря. Но по некоему Древнему преданию Отнюдь не возбраняется Сие власти И достоинству царскому, Когда вас хочет Принести дары Творцу. Шестой Вселенский, Шестьдесят девятое. И женщин в алтарь Не впускать. Ладикийский, Сорок третий. Хотя бы и монахинь, Не взирая ни на чьи благословения, В алтарь их Не впускать никогда, Ибо даже младенца Девочку в алтарь Не разрешается вносить. Шестое. Свечи должны быть Только чисто восковые, Без малейшей примеси. Чтобы вы могли отличать Священное от несвященного И нечистое от чистого. Книга Левит, Десятая глава, Десятый стих. И вели сынам Израилевым, Чтобы они приносили Тебе елей чистый, Выбитый из маслин, Для освящения, Чтобы горел светильник Во всякое время. Книга Исход, Двадцать седьмая глава, Двадцатый стих. Если кто из причта Или мирянин Из святой церкви Похитит воск Или елей, Да будет отлучен От общения церковного, И вернув похищенное, В пятеро да добавит К тому, что взял. Апостольское семьдесят второе. Священники ее нарушают Закон мой И оскорняют святыни мои, Не отделяют святого От несвятого И не указывают Различия между чистым И нечистым. И от суббот моих Они закрыли глаза свои. Я уничижен у них. Они должны учить народ мой Отличать священное От несвященного И объяснять им, Что нечисто И что чисто. Книга Иезекииля, 22 глава, 26 стих, 44 глава, 23 стих. В 28 житиях святых Упоминают свечи, И, конечно же, Только восковые, Как говорит святой Серафим Саровский о том, И елей, натуральный, Не вазелиновое масло. Новая скрижаль, Страница 43, Симеон Солунский, Глава 25, 134, Стоглавый, 44, 47. Седьмое. Должно непременно Исполняться на деле Про возглашение Оглашенные из идите И выходить им из храма. Оглашенный, Входящий в церковь И стоящий в чине оглашенных, Облечен быв в грехе, Если сопричислен был К преклоняющим колено, Да низведется в разряд Слушающих Писания, Оставив грех, Если же и пребывая Между слушающими согрешит, Да изгонится из церкви, Неокисарийский, Пятое. Относительно оглашенных И отпадших Угодно святому и великому собору, Чтобы они три года Только были между слушающими Писания, А потом молились соглашенными. Первый вселенский, Четырнадцатая. Кающимся время покаяния По различию грехов Доназначается судом епископов. Пресвитер же без воли епископа Не разрешает кающегося, Разве во время надлежащей нужды В отсутствии епископа. На всякого же кающегося, Если преступление его было явное и гласное, Смущающее всю церковь, Да возлагаема будет рука В притворе храма. Карфагенский, пятьдесят второе. Всем запрещается опаздывать на богослужение И уходить до его окончания. Опоздавшие верные, До оглашенные из идите, Стоят в притворе, Будь то члены церковного совета Или певчие. На молитве стоять благоговейно, Ноги держать вместе, Не подгибая, Не оглядываясь, Руки не держать сзади. Поклоны делать правильно, Истово, в указанном месте, Не бесчинствовать. Поясной поклон Должна всем совершать одинаково, Будь то нищий, Или епископ, Или патриарх. Вначале истово совершить на себе Крестное знамение, Приложив два или три перста На средину чела, Затем на чрево, Не на грудь, Как неправильно учили невежды, Изображая на себе перевернутый крест. На правое плечо И на левое. На плечо, Где оканчивается рука, Ибо, как правило, До левого плеча Редко кто доносит руку правую, Радуя тем дьяволу. По слову Златоуста, Небрежному маханию руки Бес радуется. Персты должно полагать твердо, Чтобы тело чувствовало Через одежду прикосновение перстов. Изображенный на себе крест Должен быть ровный, Не изломанный, Когда до левого плеча Не достают перстами. И только после опускания руки Правой нужно делать поклон Поясной или земной. И никак не раньше. Поясной поклон должен быть такой, Чтобы, если опустить правую руку, Она могла достать до земли. Земной же поклон Должен быть полный, Когда голова, колени, Оба и обе руки Касаются земли. Под руки Положить специальный подрушник Или подходящую материю, Чтобы чистыми перстами Касаться своего чела. Следить, Чтобы малые дети Не создавали шум Или выносить их До времени причащения В специальную комнату Для младенцев. Священнослужитель Обязан ясно обратиться К оглашенным И вывести их в притвор. Новая скрижаль Страницы 50, 52, 196, 358. Члены церкви Не должны вступать Ни в какие политические партии, А принимаемые в оглашенные Должны выйти из таковых, Если уже вступили. Всем запрещается Клясться, Принимать присягу, Хотя бы и священническую. Можно сказать, Обещаю. А я говорю вам, Не клянись вовсе Ни небом, Потому что оно Престол Божий, Ни землею, Потому что оно Подножье ног его, Ни Иерусалимом, Потому что он Город великого царя, Ни головою твоей Не клянись, Потому что не можешь Ни одного волоса Сделать белым Или черным. Но да будет Слово ваше Да, да, нет, нет, А что сверх этого, То от лукавого, Евангелие от Матфея, Пятая глава, С тридцать четвертого По тридцать седьмой стих. Прежде же всего, Братья мои, Не клянитесь Ни небом, Ни землею, И никакое Другое клятвую, Но да будет У вас Да, да, И нет, нет, Дабы вам Не подпасть Осуждению. Послание Иакова, Пятая глава, Двенадцатый стих. До приема Число оглашенных Привести свою жизнь И работу И в вопросе брака В соответствии С догматическими И нравственными требованиями Святой Православной Церкви И при несоответствии Своих занятий Оставить их Уйти из учебного заведения, Если заранее знаешь, Что придется там поступать Не по правде. Ложь Совершенно запрещена В любой форме. Оглашенные Обязанные Обязаны Исполнять Все Касающиеся И верных В отношении Дисциплины И Десятины Один закон Да будет Для вас Как для природного Жителя Из сынов Израилевых Так и для пришельца Живущего У вас Если кто Сделает Что по ошибке Книга Чизил Пятнадцатая глава Двадцать девятый стих Восьмое Облик священнослужителя Даже внешне Должен соответствовать Церковным канонам Небритый Бороду И усы Не постригать Истовые поклоны Поведение Достойное Неукоризненное Это же касается И всех Членов церкви Мужчинам Не брить И не постригать Бороды Не творить Сей блудодейной Ереси И мужам Не растить Длинных волос На голове Не сама ли Природа Учит вас Что если Муж растит Волосы То это Бесчестие Для него Первое послание Коринфянам Одиннадцатая глава Четырнадцатый стих Сто главый Собор Сороковое правило Женщинам Волосы Не стричь Если Которая Жена Ради Мнимого Подвижничества Стрижет Волосы Которые Дал ей Бог В напоминание Подчиненности Такая Как Нарушающая Заповедь Подчиненности Да будет Подклятвою Гангрский Собор Семнадцатое Правило Во Христа Семнадцатое Вселенский Семнадцатое 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 Глава Восьмой Стих Первое Послание Петра Первая Глава Тринадцатый Стих Послание Ефесянам Шестая Глава Четырнадцатый Стих Рубашку носить на выпуск, по русскому обычаю, под пояс, не в брюки заправленную Женщинам в храме быть в длинном одеянии, край платья касается ступни ног Руки всех должны быть закрыты до кистей, на молитве, в храме и за едой В храме и на молитве дома женщинам обязательно по форме платок под булавку Ни в меховых или иных шапках, не носить женам мужской одежды На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие В Тарозаконе, 22 глава, 5 стих Стоглавый собор, 38 и 90 правила Никаких украшений, косметики И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею, обольщая взорами И выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах Оголит Господь теме дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах И звездочки, и луночки, серги и ожерелья, и опахала У вясла и запястья, и пояса и сосудцы с духами И привески волшебные, перстни и кольца в носу Верхнюю одежду и нижнюю, и платки и кошельки Светлые, тонкие пончи и повязки и покрывала И будет вместо благовония зловония И вместо пояса будет веревка И вместо завитых волос плеш Книга пророка Исаии, 3 глава, 16 по 23 стих Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос Не золотые уборы или нарядность в одежде Но сокровенный сердце человек В нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа Что драгоценно пред Богом Так мне, когда святые жены, уповавшие на Бога Украшали себя по вину и своим мужьям 1 послание Петра, 3 глава, 3 по 5 стих Чтобы также и жены в приличном одеянии С осыдливостью и целомудрием Украшали себя не плетением волос Не золотом, не жемчугом Не многоценную одеждою 1 послание Тимофею, 2 глава, 9 стих Не допускать входа в храм в неприличном виде Женщин накрашенных или в брюках Или без платка В воскресные дни и в двунадесятые праздники Не заниматься обычной работой Но упражняться в молитве Заниматься словом Божиим Посещать больных Отдыхать на лоне природы Разрешается работать только на тех работах Которые позволены Медицина, животноводство, охрана От святого дня воскресения Христа Бога нашего До недели новой Во всю седмицу верные должны Во святых церквах Непрестанно упражняться В псалмах и пениях И песнях духовных Радуясь и торжествуя во Христе И чтению божественных писаний Внимая И святыми тайнами Наслаждаясь Ибо таким образом Со Христом вместе воскреснем И вознесемся Того ради Отнюдь в реченные дни Да не бывает конское рестание Или иное народное зрелище Шестой Вселенский Собор Шестьдесят шестое правило Один седьмой Суббота Господу Богу Твоему Не делай вон и никакого дела Не ты Не сын твой Не дочь твоя Не раб твой Не рабыня твоя Не вол твой Не осел твой Не всякий скот твой Книга Исход Двадцатая глава Десятый стих Не подобает христианам Иудействовать И в субботу праздновать Но работать им В сей день А день воскресный Подобает преимущественно Праздновать Если могут Как христианам Если же обнаружатся Иудействующие Да будет анафема От Христа Лаодикийский Двадцать девятая Евангелие от Матфея Двенадцатая глава С пятого по десятый стих Евангелие от Марка Третья глава Со второго по четвертый стих Стоглавый собор Двадцать первое Для всех членов церкви Совершенно недопустимо Непотребство В виде табакокурения Наркотиков Запрещены пьянства Хождение на зрелище Театр Ипподром И подобное А также просмотр Нехристианских телепередач Игра в кости Шахматы Пляски Танцы Стоглавый собор Девяносто второе Тридцать четвертое Правило Иоанн Златоуст Восемь Двести десять Запрещается не только Заниматься Но и читать книги И интересоваться Астрологией Экстрасенсорикой Нетрадиционной Медициной Лечиться У телебесов И бабок Шептух Все это Приравнивается К тягчайшему Греху Волшебства Колдовства Ворожбы Василия Великого 65-72 Предающиеся Волшебникам Или другим Подобным Дабы узнать От них Что восхотят Им открыть Согласно С прежними Отеческими О них Постановлениями Да подлежат Правилу Шестилетней Эпитемии В той же Эпитемии Надлежит Подвергать И тех Которые Водят Медведиц Или иных Животных На посмешище И на вред Простейших И соединяя Обман с безумием Произносят Гадания о счастье О судьбе О родословии И много Других Подобных Толков Равно И так Именуемых Облакогонителей Обаятелей Делателей Предохранительных Талисманов И колдунов Закосневающих Так же всем И не обращающихся И не убегающих От таковых Пагубных Языческих Вымыслов Определяем Совсем Извергать Из церкви Как и священные Правила Повелевают Ибо какое Общение Света с тьмою Как говорит Апостол 2 Коринфянам 6.15 Или какое Сложение Церкви Божией Соидолы Или какая Часть Верному С неверным Какое же Согласие Христа С Велиаром 6.1 Селенский 61.24 Волхвующие И последующие Языческим Обычиям Или вводящие Неких В домы Свои Ради Изыскания Волшебств Или ради Очищения Да подвергаются Община Влекущие Интересующихся Ими Как и Явление НЛО Полтергейст В гиену К дьяволу Подобные Книги Нужно Жить Ворожей Ворожей Не оставляет Живых Книга Исход 22 глава 18 стих Нет волшебства В Иакове И нет Ворожбы В Израиле В свое время Скажет Об Иакове И об Израиле Вот что Творит Бог Книга Чисел 23 глава 23 стих А из занимавшихся Чародейством Довольно Многие Собрав Книги Свои Сожгли Перед Всеми И сложили Цены Их И оказалось Их На 50 Тысяч Драхм Деяния Святых Апостолов 19 глава 19 стих Книга Исход 8 глава 19 стих Книга Второзаконие 18 глава 10 по 12 стих Возлюбленные Не всякому Духу Верьте Но испытывайте Духов От Бога Ли они Потому что Много уже Пророков Появилось В мире Духа Божия И Духа Заблуждения Узнавайте Так Всякий Дух Который Исповедует Иисуса Христа Пришедшего Во плоти Есть От Бога А всякий Дух Который Не исповедует Иисуса Христа Пришедшего Во плоти Не есть От Бога Но это Дух Антихриста О Котором Вы слышали Что Он Придет И теперь Есть уже В мире Первое Послание Иоанна Четвертая Глава С первого По третий Стих Второе Послание Вщец Солоникийцам Вторая Глава С девятого По двенадцатый Стих Послание Галатам Пятая Глава Двадцатый Стих Необходимо Чтобы проводились Вне Богослужебные Собеседования Для разрешения Всех Вопросов Девятое Содержание Священнослужителей Должно Быть Только И единственное Через Отдание Каждым Десятины Со всех Прибытков И всякая Десятина На земле Из семян Земли И из плодов Дерева Принадлежит Господу Это Святыня Господня Книга Левит Двадцать Седьмая Глава Тридцатый Стих А Снам Левия Вот Я Давудил Десяти Из всего Что Израиля За Службы Их За То Что Они Отправляют Службы Скини И Собрания Книга Чисел Восемнадцатая Глава Двадцать Первый Стих И туда Приносите Все Сожжения Ваши И Жертвы Ваши И Десятины Ваши И Возношения Рук Ваших И Обеты Ваши И Добровольные Приношения Ваши И Мирные Жертвы Ваши И Первым Цив Крупного Скота Вашего И Мелкого Скота Вашего Книга Второзакония Двенадцатая Глава Шестой Стих И Начатки Из Молотого Хлеба Нашего И Приношений Наших И Плодов Со Всякого Дерева Вина И Масла Мы Будем Доставлять Священникам В Кладовые Придом И Бога Нашего И Десятину Земли Нашей Левитам Они Левиты Будут Брать Десятину Во всех Городах Где У нас Земледелие Книга Немии Десятая Глава Тридцать Седьмой Стих Со Дни Отцов Ваших Вы Отступили От Уставов Моих И Не Соблюдаете Их Обратитесь Ко Мне И Я Обращусь К вам Говорит Господь Саваоф Вы Скажете Как Нам Обратиться Можно Человеку Обкрадывать Бога А Вы Обкрадываете Меня Скажете Чем Обкрадываем Мы Тебя Десятиною И Приношениями Проклятием Вы Прокляты Потому Потому Что Вы Весь Народ Обкрадываете Меня Принесите Все Десятины В дом Хранилища Чтобы В доме Моем Была Пища И Хотя В этом Испытайте Меня Говорит Господь Саваоф Не Открою Ли Я Для Вас Отверсти Небесных И Не Залью Ли На Вас Благословение До Избытка Книга Малахии Третья Глава Восьмой Стих Житие Святого Николая Касаткина Бог Не Дал Иных Средств Священникам Кроме Добровольных Пожертвований Ибо Говорю Если Праведность Ваша Не Превзойдет Праведности Книжников И Фарисеев То Вы Не Войдете В Царство Небесное Евангелие От Матфея Пятая Глава Двадцатый Стих Евангелие От Луки Восемнадцатая Глава Двенадцатый Стих При всяком Даре Имей лицо Веселое И в радости Посвящай Десятину Книга Сирахова Тридцать пятая Глава Восьмой Стих Повелеваем Епископу Иметь Власть Над Церковным Имением Имуществом Если Драгоценные Человеческие Души Ему Вверены Быть Должны То Насколько Важнее Заповедать О деньгах Чтобы Он Всем Распоряжался По своей Власти И требующим Через Пресвитеров И диаконов Подавал Со страхом Божиим И со Всяким Благоговением Так же Если Необходимо И сам Заимствовал На необходимые Нужды Свои И странно Приемлемых Посещающих Братьев Чтобы Они Не терпели Недостатка Ни в каком Отношении Ибо Закон Божий Постановил Чтобы Служащие Алтарю От Алтаря Питались Так же Как И воин Никогда Не поднимет Оружие На врага Для своего Пропитания Апостольское Правило 41 В армянской Стране Как мы Ведали Бывает И сие Что Некоторые Сварив Части Мяса Внутрь Священных Алтарей Приносят Части И разделяют Священникам По Иудейскому Обычаю Посему Соблюдая Чистоту Церкви Определяем Да Не будет Позволено Никому Из священников Отделенные Части Мяса От Приносящих Принимать Но Тем Додовольствуются Они Что Захочет Дать Приносящий И такое Приношение Добывает Вне Церкви Если Же Кто Не так Это Делает Да Будет Отлучен Шестой Вселенский Собор Девятое Девяносто Девятое Правило Рассуждено Да Не бывают Епископы И Пресвитеры И Диаконы Откупателями Ради Корысти Или Управителями И Да Не Приобретают Пропитание Занятием Бесчестным Или Презрительным Ибо Долженствуют Взирать На Написанное Никто Воинствуя Богу Не Обязуется Куплями Житейскими Никакой Воин Не связывает Себя Делами Житейскими Чтобы Угодить Военачальнику Второе Второе Послание Тимофею Вторая Глава Четвертый Стих Карфагенский Собор Девятнадцатое Правило Отныне Клирик Да не Определяется К двум Церквам Ибо Сие Свойственно Торговле И Низкому Своекорыстию И чуждо Церковного Обычия Ибо Мы Слышали От самого Глаза Господня Что Не может Кто-либо Двум Господам Работать Либо Одного Возненавидит А другого Возлюбит Или Одного Держится А другом Живозне Родит Матфея 6.24 Того Ради Всяк По Апостольскому Слову В чем Призван Есть В том Должен Пребывать И находиться При одной Церкви Ибо Что Для Низкой Корысти В церковных Делах Бывает То Становится Чуждым Бога Для Потребности Жи Се Жизни Есть Различные Занятия И Сими Если Кто Пожелает Да Приобретает Потребное Для Тела Ибо Апостол Сказал Требованию Моему И бывших Со Мною Послужили Руки Моисеи Деяния Святых Апостолов 20 Глава 34 Стих И Сие Наблюдать Всем Богоспасаемом Граде А в прочих Местах По Недостатку В людях Допустить Изъятие Седьмой Вселенский Собор Пятнадцатое Правило Вторая Десятина Более Или Менее Ее На Бедных На Нуждающихся Кто Щедро Сеет Тот Щедро И Пожнет Третья Десятина По Желанию Каждого Расходы На Жертву На Свечу На Елей На Строительство Храма На Бесплатно Рассылаемую Литературу На Даримые Крестики Новокрещеным Я же Один Часто Ходил В Иерусалим На Праздники Как Предписано Всему Израилю Установлением Вечным С Начатками И Десятинами Произведений Земли И Начатками Шерсти Овец И Отдавал Это Священникам Сынам Аароновым Для Жертвенника Десятину Всех Произведений Давал Сынам Лебедям Служащим В Иерусалиме Другую Десятину Продавал И Каждый Год Ходил И Сдерживал Ее В Иерусалиме А Третью Давал Кому Следовало Как Заповедала Мне Девора Мать Отца Моего Когда Я После Отца Моего Остался Сиротой Книга Товид Первая Глава В Киев В Киеве Двадцать Никто Исчислях В Киеве Усмотрен Глава 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 В Киеве Все Становлением Глава 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 Совершеннолетний Человек Улучит Время Быть При Совершении Литургии И по Неведению Приобщиться То Как Должно Поступить И с Таковым Ответ Должно Просветить Его Крещением Ибо Призван От Бога Тимофею Один Седьмой Вселенский Собор Восьмое Правило Новая Скрижаль 365 страница. 11. Строго и во всем соблюдать главенство мужа. При подходе ко кресту, к причастию первые. Восстановить падшую главу, авторитет мужа. За порядком в храме наблюдают люди, специально поставленные церковным старостой, членами церковно-приходского совета. У дверей храма, при надобности, всегда должны стоять несколько стражей порядка. А левиты должны ставить стан около скиния Откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых. И будут левиты стоять на страже у скиния Откровения. Книга чисел, 1 глава, 53 стих. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания. Книга чисел, 8 глава, 26 стих. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Деяния святых апостолов, 5 глава, 13 стих. 12. Соборность. Церковные дела решать на общем совещании. Избрание на должности при общем собрании. Порядок во всем, особенно при богослужениях. Так император-еретик Валент сказал Василию Великому на праздник Богоявления. Самый шумный и беспорядочный ныне везде. Весь город стекается за святой водой на крещение. Я и у себя такого порядка стройности служения не видел. Знать нужды членов церкви и спешить на помощь всем. Без нужды три воскресных дня в продолжении трех седмиц презревший отлучен. Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или кто-либо из сопричисленных к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды, или препятствия, которым бы надолго устранен был от своей церкви, но пребывая в ограде в три воскресных дня в продолжении трех седмиц, не придет в церковное собрание, то клирик, да будет извержен из клира, а мирянин, да будет отлучен от общения. Шестой Вселенский Собор, восьмидесятое правило. Если кто учит невозбранно пренебрегать Дом Божий и бывающие в нем собрания, да будет подклятваем. Гангрский Собор, пятое правило. Чуждающихся одной церкви не принимать в другой. Все, входящие в церковь и слушающие священные писания, но по некоторому уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от причащения святой Евхаристии, да будут отлучены от церкви до толи, как исповедаются, окажут плоды покаяния и будут просить прощения, и таким образом могут получить оные. Да не будет же позволено иметь общение с отлученными от общения, не сходиться в дома и молиться с находящимися вне общения церковного, чуждающихся собраний одной церкви, не принимать и в другой церкви. Если же кто из епископов или пресвитеров или диаконов или кто-либо из клира окажется сообщающимся с отлученными от общения, да будет и сам вне общения церковного, как производящий замешательство в чине церковном. Антиохийский, второй. Ничего изложенного в преданиях не презирать. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего без чина, а не по преданию, которые приняли от нас. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих. Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих.